Всем привет, друзья! С вами Андрей и сегодня у нас спецвыпуск. Крупнейшие автогиганты в последние дни анонсировали множество интересных новинок. В связи с этим мы решили сделать отдельный выпуск и показать вам самые сочные концепты. Давайте не будем затягивать с приветствием и погнали к просмотру. Немцы показали концепт электрогелика, который оснащен четырьмя электродвигателями. На автовыставке IAA Mobility 2021 был продемонстрирован концепт электрического внедорожника Mercedes-Benz EQG. К сожалению, немецкие инженеры решили ограничиться только дизайном, практически ничего не рассказав о технической начинке. В любом случае, культовый внедорожник в электровоплощении выйдет на рынок уже в ближайшие годы. Из того, что известно точно, Mercedes-Benz EQG получит четыре электродвигателя с раздельным управлением, которые обеспечат спортивную управляемость на скоростных трассах и максимальную проходимость на пересеченной местности. В последнем случае речь идет не только о полном приводе, но и об усиленной подвеске и даже коробке с подключаемым пониженным рядом передач. В серийной версии будет использоваться традиционная для Mercedes G-класс рама лестничного типа, в которую будет интегрирован батарейный блок. К сожалению, мощность электродвигателя, емкость батареи и другие технические параметры пока неизвестны. Есть предположение, что электрогелик позаимствует начинку у седана Mercedes-Benz EQS, включая батарею на 108 кВт-часов или 90 кВт-часов. Запас хода предсказать невозможно, так как во внедорожном режиме чистый километраж далеко не главное, а на трассе у внедорожника будет много аэродинамических потерь из-за характерной кубической формы. Если говорить о дизайне, то Mercedes-Benz EQG – это смесь Mercedes G-класс последнего поколения с электроакцентами в стиле семейства EQ. Из интересных особенностей стоит выделить обилие LED-подсветки по периметру, характерный светящийся радиатор, верхний багажник с подсветкой и стилизованной буквой G, а также ящик для зарядных кабелей на задней дверце и 22-дюймовые алюминиевые диски с эксклюзивным дизайном. Концепт BMW iVision предвосхищает электромобили 40-го года, с необычным дизайном, твердотельными батареями и на 100% из переработанных материалов. В отличие от коллег из Volkswagen, которые заглянули всего на 2 года вперед, специалисты из BMW решили представить концепт для будущего, отдаленного от нас почти на 20 лет. С точки зрения создателей концепта BMW iVision, к этому моменту на первое место выйдет максимально бережное отношение к окружающей среде, а значит недостаточно оснастить автомобиль экологически чистым двигателем. Необходимо полностью сделать его из перерабатываемых материалов. Концепт BMW представляет собой компактный четырехместный хэтчбэк-однообъемник с распашными дверями для комфортного доступа к салону. Основная фишка модели – стопроцентное использование переработанных и перерабатываемых материалов, которые после завершения эксплуатации конкретного экземпляра будут переработаны и использованы в качестве основы для следующих электромобилей. Создатели концепта тоже не стали озвучивать его технические характеристики, что довольно логично, так как представить уровень развития технологий к 40-му году довольно сложно. Тем не менее, они рискнули предположить, что к этому времени наконец будут созданы твердотельные батареи, которые легко собрать и переработать, не задействуя редкоземельные металлы и другие дефицитные и невосполняемые материалы. Электромобиль можно будет подключать к электрической сети, используя концепцию Vehicle2Grid. Помимо экологичных материалов, дизайнеры подумали и о простоте замены изношенных деталей. Благодаря запатентованной системе защелок ключей, практически любой элемент кузова и интерьера можно быстро снять, заменив его на новый. Кузовные панели сделаны из переработанного анодированного алюминия, который привлекательно выглядит, не требуя окраски. Форму корпуса и элементы кузова постарались сделать проще с точки зрения производства, не потеряв при этом в привлекательности, а некоторые устоявшиеся технологические решения радикально переработали. Например, фронтальная часть представляет собой набор из кузовных панелей и двух цифровых экранов, которые формируют знаковые ноздри, но на самом деле выступают в роли фар и дополнительных информационных дисплеев. Просто сравните этот вариант с любым современным автомобилем, где использовано множество функциональных частей и материалов. В салоне также максимально используются восполняемые натуральные и переработанные материалы, а также современные технологии изготовления, включая 3D-печать. Для информирования водителя и пассажиров используется не только дисплей и голосовой помощник, но и проекционные экраны с дополнительной реальностью. Дизайн водительского места с подсвеченным кристальным элементом выглядит чрезмерно футуристично, но опять же к 40-му году у автопроизводителей наверняка можно будет увидеть и более смелые решения. Естественно, концепт будет полностью автономным, используя собственные сенсоры и данные в реальном времени от соседей по дорожному трафику. Тем не менее, дизайнеры не стали лишать владельцев удовольствия самостоятельного вождения, оставив в салоне руль и педали. Audi представила крупный седан премиум-класса под названием Audi Grand Sphere. Модель является прообразом Audi A8 следующего поколения и позиционируется производителем как приватный самолет для дорог, который с комфортом авиаперелета первого класса перенесет пассажира из точки А в точку Б. В беспилотном режиме все органы управления, включая руль, педали и даже лишние экраны скрываются с глаз, превращая интерьер в замкнутую гостиную сферу, где пассажиры могут максимально расслабиться, не отвлекаясь на дорожную ситуацию. У концепта нет центральной стойки, а двери открываются на 90 градусов, что позволяет максимально комфортно занять свое место в салоне. Каждый пассажир может получить собственные настройки климат-контроля, подсветку и доступ к необходимым цифровым сервисам на основе проекционных экранов, а также сенсорного управления, голосового и жестового контроля и даже отслеживания глаз. Дизайн и технологические решения концепта Audi Grand Sphere лягут в основу будущих серийных электромобилей немецкого автопроизводителя. Далее на очереди у нас со своей новинкой идет Porsche с загадочным электрическим концептом спорткаром Mission R. Данный спорткар предназначен для участия в монокубковых чемпионатах. В так называемом режиме квалификации полноприводный электромобиль мощностью почти 1100 л.с. разгоняется с места до 100 км в час менее чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 300 км в час. Для сравнения, в реальных условиях гоночных трасс электрический болид показывает то же время на круге, что и современный Porsche 911 GT3 Cup. Благодаря новым электродвигателям и аккумуляторным элементам с непосредственным масляным охлаждением, концепт Porsche Mission R развивает в гоночном режиме постоянную мощность 680 л.с. Помимо прочего, для спорткара была усовершенствована система активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics. В ее состав входит система сокращения аэродинамического сопротивления. Кузов электромобиля создан из специального пластика с усилением из натуральных волокон. Интересно, что электроспорткар из усиленного углеволокном пластика выполнен в виде модуля. И идентичный модуль может использоваться вне автомобиля в качестве симулятора для киберспортивных соревнований. Новую конструкцию крыши из карбона инженеры и дизайнеры Porsche называет экзоскелетом. Она сочетает в себе функции защитного каркаса и оболочки крыши. Это были лучшие новинки электромобилей будущего. Если вам понравился выпуск, обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Обязательно оставьте свое мнение в комментариях по данной рубрике, а также оставляйте свои пожелания, чтобы вы хотели еще увидеть на нашем канале. На этом я буду с вами прощаться, с вами был как всегда Андрей. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. Пока!